В эфире Еда живая и мертвая, научно-кулинарная программа о том, что мы едим и как это влияет на здоровье. Меня зовут Сергей Малоземов. Честно признаюсь, я очень рад, что у нас такие неравнодушные зрители. Каждую неделю спрашивают что-нибудь интересное. Ну а мы с удовольствием отвечаем. Наш зритель Михаил Мажура из Оренбурга спрашивает, правда ли, что 1 грамм углеводов в организме превращается в 1 грамм жира? Плюс жир притягивает воду, и в результате 100 граммов хлеба на ночь превратятся в целый килограмм лишнего веса. Интересно, давайте разбираться. Углеводы явно имеются в виду так называемые быстрые, то есть прежде всего сладкое и мучное. Они в организме моментально превращаются в глюкозу и используются как источник энергии. Но при их избытке действительно начинают запасаться. В норме в виде гликогена, соединенных молекул глюкозы, в печени. А если количество углеводов запредельно, то запускается серия реакций и образуется жир. На выходе мы получаем меньше вот этих атомов, которые слагали глюкозу, которые могут превратиться в жир. Если мы возьмем 100 граммов глюкозы исходно, то мы получим всего 70 граммов жира, а не 100 граммов. Ну а учитывая, что в 100 граммах, например, хлеба содержится не 100, а только 60 граммов глюкозы в виде крахмала, то итогового жира по этой формуле выйдет примерно 42 грамма. Он задержит некоторое количество воды, но в любом случае никакого килограмма лишнего веса, да даже и 100 граммов, и близко не получится. И то, напомним, речь идет только об излишках. Умеренные количества перерабатываются в энергию. Хотя надо заметить, что идея есть меньше быстрых углеводов, то есть прежде всего сладкого и мучного, хороша со всех сторон. Именно этот компонент сейчас считают одним из главных виновников мировой эпидемии ожирения. Скоро, кстати, появится в продаже моя новая книга, на эту тему. Ну а пока в Оренбург Михаилу в благодарность за интересный вопрос отправляется одна из книг уже вышедших в серии «Еда живая и мертвая». Задавайте вопросы и вы на нашем сайте и в социальных сетях. Всем постараемся ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!